Тель-Авив получил престижную международную награду, завоевав в Барселоне первое место на конкурсе умных городов. Смарт-сити-экспо-борд-конгресс. Тель-Авив энергично вводит высокие технологии на свои территории. С их помощью он управляет городским хозяйством. Налажена прямая связь между муниципалитетом и жителями Тель-Авива. Например, их предупреждают о дорожных работах или сообщают о работе станции по обмену велосипедов, помогают записать детей в школу или информируют о культурных событиях, предлагая скидки. История патриантов из общины Бнейми Наши посетили гробницу их праотца Йосефа в Шхеме после отсутствия, которая длилась 2700 лет. Бнейми Наши – одно из десяти колен Израиля, угнанных ассирийцами после разрушения первого храма. Сегодня около 3000 Бнейми Наши расселились в Израиле, в основном в Иудее, Самарее и Галиле. Остальные 7000 живут в Индии, в первую очередь в штатах Мизорам и Манипур, которые граничат с Бирмой. Общество друзей медицинского центра Бнейцион провело специальную акцию по сбору средств на радио Хайфы. Эти деньги пойдут на систему мониторинга в новом детском отделении. Дизайнер Нир Пелет выполнял в Тель-Авиве самые разные работы. Он делал рекламные щиты и плакаты, оформлял бутылки, занимался граффити. А теперь его основное направление – это рисунки для одежды. Он говорит, вначале было неловко, что мои работы носят другие люди, но теперь я этим горжусь. Свои произведения на одежде он определяет как носимое искусство. Хочу поделиться секретом миллионеров. Это не на тему, как сделать миллион, а, скажем так, коды общения с богатыми людьми. И я постараюсь воздержаться от личного опыта, который, как у всех людей, может быть и позитивным, и негативным. И процитировать одного замечательного человека. Это соучредитель SafeWest.com, организации, которая называется «Спаси Запад». Его зовут Кеннет Абрамович, мы можем называть его просто Кен по-американски, который выступил на ежегодном параде в поддержку Израиля в Нью-Йорке. И тут я должен сделать маленькое предварение, что ли, и сказать следующую вещь, что, в принципе, главный секрет миллионеров заключается в том, что в своем деле они большие знатоки. Кроме удачи, кроме особой милости Всевышнего для этого человека, есть еще и просто такая тема, что он, в общем, более-менее разбирается в своей тематике. Если это деньги в деньгах, если это производство какого-то товара в этом товаре и так далее. Конечно, бывают сбои, бывают прикольные миллионеры, вроде, так сказать, оставляют прочерк, какие российские, американские. Но, в принципе, они в этом понимают. Но стоит только сделать шаг в сторону, как они уже ничего не понимают. И тут начинается как бы некоторая такая болтанка, как самолет, знаете, когда он попадает в грозу или куда-то, его начинают трясти мелкой дрожью. Вот мелкой дрожью задрожал господин Абрамович, он сказал, как можно в Америке за одну минуту покончить с антисемитизмом. Замечательный рецепт, значит, он заключается в этом следующем. Нужно, чтобы Барак Обама объявил, что те университеты, которые участвуют в антисемитских, в антиизраильских компаниях, чтобы их лишили государственной поддержки. Когда он это сказал, Кен, наш друг Кен, то раздались, конечно, аплодисменты. Но я тут же вспомню еврейский анекдот, известный всем, собственно говоря, что сват уговаривает выдать бедную еврейскую девушку за графа Вишневецкого. И они не хотят, родители не хотят. Они не хотят, чтобы дочка выходила замуж за Гоя и со всеми вещами, которые с этим связаны. Он уговаривает, он трясется, он доказывает, он говорит, что она будет спасительницей еврейского народа, новой царицы Эстер и так далее. В конце концов, они соглашаются, они говорят, ну, слава богу, теперь нужно уговорить пана Вишневецкого. Так этот анекдот, он, в общем, вообще, евреи заметили, что еврейские анекдоты, они очень часто в жизни повторяются почти буквально. Он почти буквально повторился на этом параде. Значит, участники согласились с тем, чтобы лишиться субсидии американского университета. Но еще нужно уговорить Барака Обаму. Но это еще не конец. Дело в том, что господин Абрамович, который, несомненно, большой доказ в своем деле, я не знаю, какой у него бизнес, он забыл, что в Америке есть еще частные университеты, которые отнюдь не всегда зависят от государственных дотаций. Есть еще разного рода колледжи. Есть просто антисемиты на улице. Вот негритянские банды в Детройте, они, несомненно, имеют, что сказать про евреев, но они не учатся в университетах. Значит, для того, чтобы вся его программа осуществилась полностью, нужно еще вот этих самых негров отдать в университеты. Может быть, даже насильно. Спасибо за внимание.